Привет, друзья! Мы вновь находимся в студии, вернулись с нашего мини-отпуска, мы побывали в прекрасном Крыму, наслаждались природой, едой, людьми, воздухом и красотами. И самое время приготовить какую-нибудь домашнюю выпечку. Сегодня я хочу сделать гату с орехами. Мы с вами уже делали гату в виде лепешек, и помните, какая у нас там начинка была? Сливочное масло и мука в сочетании вот в перетертом, это очень-очень вкусно было. Сегодня мы сделаем гату в виде рулета, и она у нас будет ореховая, такая начинка, как в пахолове. Это все рецепты из моего детства, обожаемые мною, постоянно у нас это все на столе было, поэтому я с особым трепетом всегда это готовлю. Итак, друзья, приступаем! Я это буду делать все в моем большом друге. Если у вас большого друга нет, все то же самое можете замешивать руками. Здесь соль, мука просеянная и холодное сливочное масло. Все это перетираем в однородную массу. Должен получиться у нас такой песочек. Итак, пока у меня там все перемешивается, что мы делаем? Здесь сметана, яйцо и я насыпаю сюда соду. Эй, сода, насыпайся. Перемешиваем, и все это сейчас будем на муку с маслом наливать. Посмотрите, какая крошка у нас получилась. Очень рассыпчатая такая. Если ее вот так сделать, то как халва получается. Я сюда наливаю сметану, яйцо, соду, вот эту вот маску, которую мы сделали. И еще раз замешиваем тесто. Все, ребята, за буквально полминуты, а то и меньше, у нас получилось потрясающее тесто. Я доставлю тесто из дежи. Оно мягкое, оно шикарное, оно комфортное. Даже если вы будете его замешивать руками, у вас это очень-очень мало времени займет. Потому что тесто на сметане всегда бывает особо-особо нежным. Оно как творожное такое бывает. Все, и для того, чтобы оно еще больше смягчилось, я его положила в тарелочку. Сейчас накрою пленкой и оставляем его на час. Можете в холодильник убрать, можете при комнатной температуре оставить. Ну, лучше в холодильник. В холодильник убрать. Пускай час оно там постоит, и когда вы достанете, вы увидите, какое оно мягкое-мягкое будет. И посмотрите, какая чистая дежа. Ни одной капельки теста, ни одной крошечки здесь у нас не осталось. Все, под пленочку и в холодильник на один час. Итак, друзья, у нас прошло даже больше, чем час. И как всегда, пока я тут прыгала-бегала. Что мы делаем? Мы сейчас приготовим с вами начинку. Начинка у нас это белок, сахарный песок и орехи. Там миксер у меня стоит, в нем уже белок комнатной температуры и сахарный песок. Я просто врубаю его. И нам нужно взбить белок, чтобы у нас была такая устойчивая плотная масса. Меренда, в общем. И пока там будет это все происходить, мы измельчаем орехи. Орехи предварительно у меня уже пожарены, я их здесь в боксике у себя храню. Блендер мелко измельчаем и в тарелочку откладываем. Все, ребятки, белок у нас взбит, масса пышненькая. И сейчас я отправляю сюда орехи, которые мы измельчили, и все перемешиваем между собой. Подпыляем рабочую поверхность мукой. Тесто, тесточка, друзья. Давайте мы вблизи на него посмотрим. Я хочу вам показать его нежность. Смотрите, какое оно нежное, мягкое. Оно не было таким нежным, пока не постояло. Все, ребятки, тесто отправляем на рабочую поверхность. И раскатываем его. Достаточно тонко, не супер-супер тонко, но так, чтобы не порвать тесто, чтобы в него завернуть начинку. Ну, примерно где-то, может быть, 3 мм толщина его должна быть. Измеряю для того, чтобы у вас плюс-минус сориентировать. 40 плюс 30. В длину примерно 70, в ширину где-то 45, вот так вот. Можно даже в ширину сделать чуть меньше, чтобы тоненький получился. Я не люблю огромные, но у меня получится, наверное, огромные. Ну и ладно. Итак, ребята, начинку ореховую на тесто перекладываем. И тоненько распределяем по всей поверхности. И начинаем аккуратненько закручивать в рулет такой ореховый сенабончик. Все, ребята, что нам осталось сделать? Смазать желтком, нарезать. А нарезать мы будем вот таким вот рифленым ножом. и на противень выпекаться. Вилочкой делаем вот такие вот рисунки. И нарезаем на небольшие треугольнички. Можете определить? Я не могу вспомнить, представляете, в детстве, как оно было? Мне почему-то казалось, что треугольнички. А сейчас думаю, а вдруг не треугольнички? Вдруг было вот так. А мне почему-то хочется вот так сделать. Мне почему-то кажется, что были треугольнички. Давайте я сделаю вот так. Что я сделаю? Давайте половину так сделаю, половину так. И половину вот так. Да, точно вот так. Ножик этот острый должен быть. И теперь все это перекладываем на противень. Так красиво повылезало здесь. Посмотрите, аппетитно. Добротные. Ну, как всегда, друзья, мы вот такие хлебосольные. У нас малюсенькие не получаются. Все, ребята, включаем низ вверх, 180 градусов. И примерно где-то минут на 25 вот так вот отправляем в духовку. Опять же повторюсь, что духовки у всех разные. И время приготовления тоже будет разное. Как подрумяниться, поймете, что готово, так и достаем. Что случилось, Милана? Эпик файл случилось. Сейчас мои армянские родственники... Закидают тебя камни. Закидают меня пахлавой. Дебятушки, смотрите, что у меня произошло. У меня есть оправдание и объяснение. Это все от того, что я хотела сделать все дорого-богато. Я положила туда дофигища начинки. Надо было просто положить туда меньше начинки. И тогда все было бы чики-пуки. Но так как было много начинки во время выпечки, тесто поднимается. А от того, что много начинки, она скользкая, все вот так вот та штучка еще происходит. Друзья, я вам напишу нормальное количество начинки. И надеюсь, что у вас не получится тащить вообще. Но это все съедобно же, это все обалденно вкусно. Представляете, вот это безешка, например. Готан с безешкой. Оно просто поехало. Ну, вы же видели, что все было... Все как хорошо начиналось. Ммм, аппетитно. Конечно, аппетитно. Безешка, да, такая ореха? Да, вот это вот будет очень вкусненько хрустеть, между прочим. Я понял, у тебя получился меренговый рулет по-армянски. Да, армянский меренговый рулет с орехами. Ребятки, но это все равно очень-очень вкусно. Если на самом деле все это приподнять, и даже если вот эти лишние безешки очистить, ну, тогда форма нормально сохранится. Давайте вот так сделаем. Ой. Ну, вот вы и видно, в общем. Короче, безешка просто выползла у меня. Можно вообще сделать без безе, без этого, белка, или сделать белка прям совсем чуть-чуть. Ну, в любом случае, ребятки, это безумно вкусно. Это улетно. У нас на одном конце мацони есть. Баночка мацони сегодня прикупили две штуки. И вот вечером это с баночкой мацони да в кроватке вот так зайдет. Ребята, я опозорилась. Ребята, я опозорилась. Ну, ничего страшного. Бывает. Ну, что же, друзья, как я вам уже сказала, что вам я напишу подцевильнее рецепт с нормальным количеством начинки. И таким образом ничего у вас не должно, по идее, вытечь. Можно вообще сделать даже без белка. Просто сахар вместе с орешками. Тоже будет очень-очень вкусно. Все. Целую и обнимаю вас, ребятки. Рецепт будет на нашем сайте. Ссылка в описании к этому видео. Пока-пока.